МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Мы в аэропорту Франции. Я еще не знаю, каким голосом я говорю, потому что уши у меня заложены по полной. Мы только что прошли через все контроль. Нас ждет 11,5 часов ожидания нашего самолета. И мы в нашем любимейшем терминале Кей. Рубашка кушает котлетки куриные бабули Карине, завернутые в лаваш, потому что он ничего другого не ест, чужими руками приготовленного. Я взяла себе вот такой вот бутер, половину которого я съела. Он у меня... Не буртут, а бутер. Значит, у меня здесь курочка с горчичкой, помидором, зеленым салатом, луком. И еще там кто-то тоже присутствует. В качестве напитка я себе взяла свежий сок, банан, лимон, апельсин. Рубашка водичку пьет. И вот такое вот пиршество нам обошлось, видите, во сколько. Вот цены приближу. Кстати, извиняюсь, что снимаю на свой фотоаппарат. Просто камера у меня далеко спрятана. Ну и мой фотоаппарат, если вы заметили, он с черными точками на экране. Так что уж не обессудьте. Заранее прошу прощения. Вот. Да. Еще покажу вам себя. Извиняюсь, вы будешь. Себя тоже. Живущий в отрывок, доберестующий. А работа получат на берез. Пока. До встречи. Да, возвращаюсь к вам. Все еще глухая. Рубашка у меня спит в тележке. Уже идет, наверное... Какой? Идет, наверное, четвертый час нашего заключения в аэропорту. Сейчас я вам покажу эту мордашку. Только на это посмотрите чудо. В прошлом году он умещался в этой тележке полностью, спокойно, во весь рост. В этом году что-то согнулся, в три погибели. Вот. И вот так вот мы гуляем по моему любимому терминалу Кей. Тут что-то чистят, там самолетики. Периодически улетают люди. Да, пользуюсь случаем, пока никто на меня не смотрит. Вокруг никого нету. Может, попробую поблогерствовать, хотя вряд ли получится. Но в целом полет прошел нормально. Я очень довольна. Рубашка не спала, но философствовала всю дорогу. Кино показывали идиотское. Этот Iron Man 3, по-моему. Ну, ненавижу этот фильм вообще. Зачем такие фильмы показывать массово в самолетах, я не знаю. С какими-то взрывами, убийствами, диким экшеном. Ну, это, короче, на любителей. Еда была нормальная. Дали куриное филе в панировке. Сыр типа Фернделл. Морковный салат. И что еще? Какой-то пирог. Да. Я посидела в интернете немножко. В фейсбуке, кто из моих подписчиков, и также есть у меня в фейсбуке, уже видели, что я зачекинилась в этом аэропорту. В YouTube особо влезать неохота было без аэропорта. Да и смысла не было. Да, так что влезла в фейсбук, в скайп. Отправила нашим сообщением, что я в целости и сохранности даду дело до пониже. И вот сидим, ждем. Сейчас у нас 3 часа дня. У нас вылет в 11.50. Ждать еще очень долго. Постоянно хочется кушать. Я притом изобилии всяких кафе, которые здесь есть. Конечно, хочется постоянно что-то покупать и сжевать. Усиленно сдерживаю себя от этого. А то я приеду в Буэнос, растолстев за одну ночь на 50 кило. Вот этот вот маленький бусик. Бусик тут еще. Такой бедный, несчастный, скривившийся. Ну что уж тут поделать. Да. Я пока ничего не купила. Походила по разным косметическим, ну не косметическим, а вообще парфюмерным магазинам. Намного и облизалась. Особенно из парфюмов. Но решила особо сейчас на это не тратиться. Может быть, все-таки что-нибудь куплю из помад. Ну я в последнее время тик-пунктик помады. И вот я там несколько штук себе из Лореаля хороших увидела. Которых ни в Ереване нету, ни тем более в Буэнос-Айресе. Поэтому хочется в Париже оригинал, настоящий, неподделку купить. Настоящий хороший Лореал. Да. Вот такой вот сонный, непонятный, кислый какой-то влог получается. И пока что вот так. Дальше будет видно. Вот эта чучка одела мой жикет. Мама, дай я пара. Мама, дай я пара. Не дай я, хочу оставить сюда, чтобы сликать ее. Ой, какой ты смеющий. Вау, вау, вау. О, рее. Судя по поведению рубашки, вы уже сами понимаете, который у нас час. А у нас сейчас... О, 8 вечера. До нашего отлета осталось часа три. Львиную долю времени мы уже вытерпели. Так что осталось весьма мало. Покажу сейчас себя. Я переоделась, потому что здесь уже прохладно. Люди начали интенсивно друг за другом вылетать. И постоянно открыты там внизу двери. Дует порядочно. И, как видите, народу тоже стало... Мама, дай я пара. Сейчас он будет фотографироваться. Так что я к вам вернусь, когда стеблеет и зал будет красиво. Кстати, хотела вам показать курилку местного аэропорта. Хотя она мне не нужна, но она такая забавная, стилизованная. Под березки. Вот тут такие искусственные березки. И оттуда вход в туалет через этот коридор. И вот, наконец-то, включили освещение. Видите, как тут здорово. Ой, такой вот аэропорт. И этот бесится. Я тоже оделась, потому что у меня при электрическом освещении как бы нечетко, зрение начинает боиться. Поэтому, и вот, самачка, кстати, нечетко решает. Я хочу поварить сикар. Нет, хватит эфикатироваться. Я не раз везла. Теперь эфикатироваться, он был аэропортом. А вот и есть. Вот, прогуливаясь по ночному аэропорту, посмотрите, на какую красивую панораму мы наткнулись. То есть, дальше мы ехать не будем, потому что там ступеньки. Рубошка, привет. Вот. Зато там, посмотрите, какие красивые огоньки. Рубош, подожди, осторожно, навернешься. Да, конечно, это не моя камера, но с камерой я бы, конечно, здесь не справилась бы. И посмотрите, какой потрясающий там в конце закат. Не, уже закат не потрясающий. Он уже, конечно, закончился. Рубош, не марай мою подушку об землю. Вот, так что вот такое вот красивое здесь все.